Левой рукой нормально работаю, счастье, что сдваиваю, сказал деталь. Не заряжайся на правую, подсказал ему брат. Знаете, до самого поединка, когда нам показали того и другого спортсмена в развивалке, я заметил, в тот момент, когда трепировали руку польскому спортсмену, у него большой шрам на кисти. Видно, он перенес операцию какую-то серьезную. На левой, по-моему, руку. По-моему, на правой. На правой? Да. Значит, есть проблемы. Ну, были, во всяком случае, точно. И что самое интересное, мы обратили внимание, что Владимир сам трепировал себе руку. Ну, нету стюарта. Продолжается поединок все в том же ключе. Владимир ищет, ищет возможность для таких уже решительных действий, для заключительных, я бы сказал, может быть, даже действий. Постоянно его левая рука находит цель. Марио Швак постоянно вот под этим прицелом, постоянно под этим мячом, что ли, домоклым, который висит на дне. И что интересно, ну, ниже Владимира соперника, пусть ненамного, но он практически все ударит джебом, попадает точно в цель, а его соперник не достает. Ну, давно уже признано всей боксерской общественностью, что в супертяженном весе у Владимира лучший джеб в мире. Пытался сейчас раздергать поляк украинского спортсмена. Ну, что-то нужно делать, по крайней мере. Ну, он пока не теряет надежды, нисколько не теряет, хотя выражение его лица не настолько уверено, как до боя. Нет, ну, характер у него есть, безусловно. Боксерочка еще к тому же терпеливый. Мы поняли, что он может и удар держать неплохо. Вот как пойдет бой, сейчас, мне кажется, в основном зависит от Владимира. Будет он форсировать события, не будет. Вот он немножко взял небольшую паузу, мне кажется. Немножко отпустил ситуацию, но попал с правой. Ожидают. И такое чувство, как будто крючку не вкладывается. Очень сильно, да, удар. Простонулось удар быстро и все. Вот он левый боковой на полукрыжке, как бы. Вот он точно и справа. Эффектно. Еще один раунд позади. Хуан Де Леон, тренер Мариуша Ваха, потребовал от него все-таки более решительных действий. Более такого, что ли, действенного сопротивления. Ну, действительно, пока Вах проигрывает бой безоговорочно. И вот на данный момент вся интрига заключается только в том, когда этот бой закончится. Когда закончится. Такое чувство, как будто он не доделывает что-то до конца. Но вот сейчас на него точно справа. Как будто он немного жалеет своего соперника или тянет время, что ли. Зал начинает подбадривать своего кумира. Он пошел вперед. Растерялся поляк. Посмотрите. Ну что? Был шанс атаковать. Алантирно пошел на Вах сейчас вперед. Можно было снизу встретить его в этот момент. Но Владимир сделал два шага назад. Ну, как всегда, Личко боксирует в своей манере. Главное для него – это не рисковать без риска. И бить уже наверняка тогда, когда он почувствует, что цель вот она рядом. Она расплавилась, она, что ли, подогрелась, закипела. Очень много ударов приходится в лоб. Вот как сейчас. А кость у Ваха крепкая, мы это поняли. Как можно и руку разбить? Ну, голова-то не хрустальная крепкая, не хрустальная, по крайней мере. Ударов он пропустил уже очень много. И так вот он держит эти удары. Голова немного откидывается. Хотя удары не самые сильные, но такой средней, что ли, силы. Вот, вложился, наконец-то, Личко. Пока Владимир абсолютно не атакует по туловище. Да он, наверное, и не умеет этого делать, потому что все соперники его были намного-намного ниже. На самом деле, ведь можно атаковать и в туловище, тем самым опустить руки соперникам. Правильно. Ну, и так, без атак по туловище он находит, в общем-то, бреши в обороне Ваха. Посмотрите, между перчатками раз за разом проходят вот эти джебы. Опа, попал, Ваха, попал. И, похоже, попал серьезно. Очень серьезно попал. Расслабился Владимир. Ну, ты посмотри, что творится, а. Выстоял. И Гонг в какой-то мере помог сейчас чемпиону, господа. Вот что такое одно попадание. Вот что такое супертяжелый вес. И вот сейчас тренер сказал, всем молчать, буду я говорить. А что скажут здесь? Очень интересно. Сейчас мы посмотрим замедленный повтор этой ситуации, безусловно. В какой-то момент расслабился Владимир, потерял концентрацию. А это супер тяжелый вес, господа. Он отпустил ситуацию. Отпустил, да. Он сам виноват. Да, да. На самом деле, поединок, он же груз. Вот там показывают уже заключительный фрагмент. А тогда мы не видели тот момент, когда он пропустил удар. Надеюсь, сейчас там покажут. С другой точки, да. Вот он просто-напросто держал соперника и пытался держать соперника. И пытался держать руки на месте. Попробуй, правый прямой покажи и левый сбор. Вы слышали. Покажи, правый прямой удар. А вах рвется в бой, господа. Шестой раунд. Бой становится в какой-то мере интересным. Во всяком случае, какая-то интрига появилась. Проморгал этот удар. И какая бы ни была мускулатура у Мариуша в весе, извините, 114 килограмм. Смотрите, плечи какие мощные. Потом вот этот рельеф, эти большие мышцы, они ведь в боксе не главные. Главное тяжелая кость и правильно поставленный удар. Конечно. Ну что ж, надо снова показывать, кто хозяин в ринге. Вот, мне кажется, встряхнул, тем самым разозлил поляк-украинца. Четкий джек. У него был шанс добить в конце пятого раунда соперник. Он пытался это сделать, не добил. Но сейчас будет, наверное, получать в ответ. Ох, сколько джеков он пропустил уже. Штук шесть или восемь уже. Секунду по два удара пропускает. Причем он их принимает на себя чуть ли не сознательно. Я не понимаю, почему. Ну, знаете, тот короткий успех в пятом раунде заслонил страх. Нет, ну это мы видели с самого начала боя. Вот эти перчатки, которые как бы он поднимает. Но между ними расстояние, куда регулярно входит рука кличка. У тебя с растерянностью. Не перекрывает он эту брешь совершенно. Хорошая двоечка. На самом деле я жду встречного справа и добавочного левого бокового. От кличка, естественно. Но если это произойдет, если это будут точные удары, то тогда все будет закончено, доложаю. У вас снова попадает кличка. Но как вах держится, а? Да. Интересно, в пятом раунде кому же судьи отдали победу? Какие жесткие удары пропускает Вах, как ничем не бывало стоит, а? Ну, он никогда еще не был. Он вообще никогда не проигрывал. Поэтому с подбородком у него пока все в порядке. Ну, и по крайней мере, сейчас он впервые в жизни вот именно на профессиональном ринге двигаться к поражению. Да, бесспорно. Еще рано чего-то говорить, потому что все может произойти. Вы видели, шанс у него был, да? Вот этот один удар. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот зачем Владимир подошел слишком близко? Ну, он уже сделал шаг, он пролетел эту дистанцию, и поэтому уже потом пришлось ему мельчевать. Такое чувство, что он в любой момент может атаковать право-снизу. Ну, я говорю про кличко, но не атакует почему-то. Ну, этот раунд он провел хорошо.